К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Элывусь, политолог, международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, здравствуйте. Приветствуем вас. Здравствуйте. Дмитрий, вот Польша присоединилась к странам Балтии, к Германии, ну и вообще исполняет, так сказать, как это называется, разъяснение Евросоюза по поводу невпускаемости автомобилей с российской регистрации на территорию Евросоюза. Как думаете, какой это эффект будет иметь? Добьется ли Евросоюз с поставленных целей своих? Если посмотреть на то, как реагируют россияне, в том числе так называемая российская оппозиция, то эффект уже очевиден. То есть это очень болезненно попало. При этом те объяснения о том, что, мол, в первую очередь пострадают якобы антипутински настроенные, потому что именно они ездили. И вот эти солмище писем от фонда Навального до Каца и всей этой публики, это как раз свидетельство того, что очень попало. И более того, это опять же свидетельство того, что вот эта так называемая российская антипутинская оппозиция, она в первую очередь заботится о своем удобстве, о своем таком неком привилегированном статусе. Потому что они-то знают, что их-то всегда бы впустили. То есть и абсолютное непонимание природы того, что произошло. И я думаю, что однозначно говорить о том, что непосредственно повлиять одно какое-либо действие, оно не может. Кстати сказать, сейчас все-таки исполняются те директивы, которые были наработаны в 2014 году после оккупации Крыма. И которые тогда просто либо не исполнялись, либо исполнялись там очень уж как-то выборочно. Ну на самом деле не исполнялись вообще никак. В действиях в случае Польши, например, есть один очень показательный момент. Это дата, когда было введено действие 17 сентября. Почему 17 сентября? А вот так вот Москве, которая всегда кичилась тем, что смотрите, как мы умеем в символы, смотрите, как мы умеем в даты. Вдруг оказалось, что про символы и даты, когда есть позиция силы и когда есть убеждение в своей правоте, могут все. И тут вспоминаются очень разные вещи со стороны Москвы, которые она делала. 17 сентября 1939 года это дата, когда Советский Союз вторгся в Польшу, которая с 1 сентября воевала с нацистской Германией. То есть сделал однозначно удар в спину. И вот была же возможность ввести с 16 или с 18 сентября. С 18 даже логичнее, наверное, было с понедельника. И вот так вот такое абсолютно вроде бы закрытое послание из прошлого, но оно тоже прилетает. И как оказалось вдруг, что в такой ситуации Москва не умеет в символы, да, или не понимает, что ж такое даты просто. Но зато начинаются крики и вопли. И в данной ситуации, что все-таки понятно, что это не единственная вещь, которая могла бы повлиять. Да и действительно, на Москву повлиять может не одна какая-то санкция, да, как мы сейчас уже видим. Тем более, что до сих пор нету такого эффективного механизма вторичных санкций для тех, кто продолжает работать с Москвой, для тех, кто продолжает как-то торговать нефтью через разные схемы. Но, тем не менее, для того, чтобы обезопаситься, едут, как бы там не хотелось утверждать Певчих и всем остальным, что едут в основном антипутински настроены, или это возможность быстрой эвакуации. Они до сих пор не хотят понять, что началась большая война, и их страна начала большую войну. А едут очень разные персонажи, которые потом сделают там и убийство, как Хангашвили убили, потом едут смотреть на Шпили и всякое такое прочее. Ну что ж, пока что путь остается через, например, через Норвегию, которая не в Евросоюзе, но которая в особых отношениях с Евросоюзом. Вот там остался пункт пропуска через Мурманскую область. Можно ехать там. И дело не в том, что в каком-то злорадстве, чтобы сделать всем хуже. Нет. Идет глобальное противостояние, которое устроила Москва. И в этом глобальном противостоянии, раз уж нет понимания у населения России, почему оно происходит, то оно должно, в конце концов, осознать свою ответственность. Вот таким вот образом приходит понимание ответственности, в первую очередь. Своей ответственности тоже. Не то, что во всем виноват какой-то Путин. Это как по мне. Дмитрий, скажите, а вот такая реакция российской оппозиции на это введение санкций таких, о чем говорит? Ну, она говорит о том, что они, во-первых, о незрелости этой оппозиции, во-вторых, о нежелании принять на себя ответственность за свою страну, которую они, вдруг, почему-то считают, что они ей могут управлять, когда при том, что у них нет понимания, что за это и отвечать надо. И еще один момент о том, что действительно ли эта оппозиция настроена настолько критично. Вот, как по мне, это все эти вещи, которые мы видим. Дмитрий, знаем, что у вас мало времени. Финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, мало кто мог предположить, что и Польша, например, сделает такой прецедент относительно въезда авто. А какие санкции, какие рычаги еще могут быть далее? Ведь, как бы, время идет. Относительно туристического выезда, да? Да, да, да. Со самих россиян, да. Ну, я думаю, что дальше должно быть, в общем-то, и, скорее всего, к этому все придет. Вообще, об абсолютно полном запрете возможностей въезда. И так уже, кроме как по гуманитарным вопросам. В принципе, в том, как в заявлениях, например, в Финляндии, когда речь идет об исключениях гуманитарных вопросов, что-то там говорится, то, скорее всего, к этому и придет. Это если мы говорим непосредственно про вот этот сектор. То есть, то я думаю, что, наверное, все придет к такому. И, к сожалению, ну, почему к сожалению, да? То есть, в принципе, это логично. Ну, и, естественно, о том, насколько долго смогут пребывать теперь все те граждане России, которые осели в Европейском Союзе. Тем более, что мы видим решение стран Балтии. Еще уже точно последний вопрос. Дмитрий, как эти запреты могут отразиться на российском обществе внутри самой России, если могут, конечно. Ну, они уже отражаются. Я, кстати, знаете, что интересно, что видел рассуждения некоторых людей, за которыми я слежу и которые действительно антипутински настроены. Вот они не верят в то, что это как-то повлияет, что это на их, на вообще настроение. Кстати, это рассуждение в том числе и из Калининграда, который очень уж сильно был связан с, это, так сказать, форпост. Я думаю, ну, на самом деле оно влияет, однако оно влияет только в комплексе. Сейчас не надо думать о том, что это может вдруг заставить россиян выйти на баррикады или на площади, этого не будет. Это, вот это как раз сейчас игра в долгую, для формирования, понимания своей ответственности на будущее, тогда, когда Россия уже потерпит поражение. Я думаю, вот в моральном плане это так. Ну, как говорится, вода, камень, точь. Дмитрий, спасибо вам большое, что нашли время. Было очень приятно вас видеть. Политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо.